Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать свой заказ. Если честно, я ездила с ним по всему городу, наверное, целый день. И потом, когда приехала домой вечером, такая уже уставшая, куча дел переделала перед Новым годом, и такая, думаю, дай-ка вскрою всё-таки с последних сил, померяю я то, что я себе заказала. И в итоге я такая довольная, как слом была, что у меня прям настроение поднялось на 100 градусов, наверное, выше, потому что вот то, что я себе заказала, потому что когда заказываешь через интернет, то ты не знаешь, попадёшь ли в размер, будет ли это так хорошо на тебе сидеть, как должно быть, и как ты себе это представляешь. В итоге я не мерила, я летала просто по квартире. Это что, действительно, всё понравилось. Плюс ещё ко всему, там цены такие вот чисто символические. По названию вы поняли вообще, что, ну, с какой компанией я заказала. Но цены просто вот халявные. Я на каждую вещь, которую буду показывать, буду я озвучивать, соответственно, цены. Вот сейчас на мне костюм, который называется «Звездопад». Он домашний костюм, якобы, вроде бы. Но вот смотришь на него, и прямо вот, если честно, жалко одевать его дома. Знаете, вот ещё такое вот с советских времён осталось чувство и желание носить то, что... То, в чём ты уже не можешь выйти так вот на улицу, да, дотаскивать это дома. Вот. Но я бы не осмелилась, наверное, в этом костюме выйти на улицу вот так вот куда-то в город. Это если бы, да, вот я к родителям приехала и одела бы, и там ходила бы по двору. Ну, если бы в частном доме, то по двору его можно смело одевать. То есть, опять же, родители у меня там в посёлке живут, и, соответственно, я могу носить так вот, выйти, допустим, даже между домами в переулках, да, погулять, за молоком сходить в этом костюме. Но всё равно у него немножко такой вот пижамный стиль, пижамный вид. Костюмы весьма необычные, очень интересные. Мне понравилась расцветка, мне понравился, как он скроен, то есть его вот этот вот дизайн этого костюма. Прям реально вот была любовь вот с первого взгляда. Я порхала, я одевала и порхала, и прям вообще наслаждалась своим внешним видом. Что хочу сказать про размерность. Сразу же, потому что прежде чем заказывать, я зашла на YouTube посмотреть ролики других блогеров, и как-то вот про размерность, если честно, не поняла. Потому что в основном снимали девушки более крупной комплекции, чем у меня, и они, допустим, говорили, вот это вот маломерит, а вот это вот можно было и поменьше взять. Но вот если взять мой рост, метр шестьдесят, и взять мои параметры, это восемьдесят четыре сантиметра, шестьдесят пять примерно сантиметров, и девяносто шесть сантиметров, лучше брать сорок второй размер. Вот сейчас на мне костюм именно сорок второго размера, и я бы не сказала, что он как-то впритык в облипочку, то есть сидит все так, как надо. Можно было бы чуть-чуть поуже, но у них нет сорокового размера на сайте. У них в основном это сорок второй размер, либо вообще сорок четвертый размер, не все модельки начинаются с сорок второго, либо уже разобрали просто-напросто. То есть покупайте, девчонки, в размер себе, размер в размер. Сейчас я вам покажу наклеечку, размеры также можно посмотреть на сайте. Вот мне нужно было брать сорок второго размера, это сто семьдесят рост. Да, немножко вот эти вот штанишки, они мне длинноваты, но не критично для них, поэтому 84 сантиметра грудь, у меня 84 сантиметра грудь и 92 бедра. Бедра у меня плавающие, то есть я могу и быстро сбрасывать вес, и быстро набирать, поэтому они у меня пляшут где-то примерно от 91 до 95. Но можно было бы брючки, то есть они не настолько влипаются, да, в попу влезают, чтобы можно было бы взять там... То есть сорок второй размер, вот на мне этот костюм сорок второго размера, больше мне и не надо бы. Плюс еще по качеству, что я хочу сказать. Хлопок хорошего качества, я не знаю, как он поведет себя после стирки, это не бумажный хлопок. Бывает такой, что трогаешь дешевые вещи на рынке, либо в магазине, и иногда хлопок стоит колом, то есть он прям такой вот коловой. Нет, этот достаточно приятный к телу, мягкий хлопок, то есть могу смело вам рекомендовать эти вещички, вот такие вещички. Еще плюс ко всему, у меня поразили просто цены, потому что на сайте, например, я выставила градацию, там можно по популярности выбрать вещи, по цене, и я вот выстроила по убыванию цены. Так вот, пижамы начинаются, если это маечка, и если это шортики, от 200 рублей. Где вы еще найдете такие цены? Цены просто халявные. Стоимость вот этого костюмчика, еще раз повторюсь, 973 рубля. Собственно говоря, я сейчас в нем снимаю. Реально вписывается вот в этот интерьер, да, по этой цветовой гамме, поэтому решила, собственно говоря, его одеть. Потом, я когда еду к родителям, они все время меня пытаются заморозить, потому что они любят более прохладную. Я люблю, чтобы было прямо вот так вот тепло, жарко, чтобы я ходила в каких-нибудь халатиках, не особо люблю носить теплые какие-то костюмы дома. И здесь вот я поддерживаю в квартире комфортную для меня температуру. Я здесь хожу просто в каких-то домашних вот таких вот вещах, халатиках, не в плюшевых костюмах. Но, когда я приезжаю к родителям, они любители у меня прохлады, и, соответственно, они не дотапливают иногда. Или, допустим, они на ночь включают отопление, а к вечеру получается, что уже становится прохладно, да, в квартире. И я утепляюсь у них постоянно. И какое было счастье, когда я увидела на этом сайте вот такой вот милейшего цвета розового, прям вот любовь-любовь розовый цвет, как вы знаете, я так периодически в последнее время, ну, вообще год назад я покупала его в больших количествах, скупала, сейчас вот немножко моя, ну, вот, видно, мы вещи все равно покупаем по цветовой гамме в зависимости от нашего настроения. Иногда мне хочется прям какого-то яркого, красного, иногда хочется вот такой вот милейшего. Так вот милейшего мне хотелось там год назад. Сейчас мой пыл немножко поубавился, но все равно люблю покупать розовые цвета, потому что они действительно классные, они девчачьи такие, они женственные. Даже если вы купите какую-то гробу, грубого фасона вещь, она будет розового цвета, парку, например, да, вроде бы спортивная, но если она будет розового цвета, это будет вот прям мимимим. Я себе взяла для утепления к родителям вот такой вот костюмчик розового цвета, он плюшевый, что с одной, что с другой стороны. Я уже успела именно в этой квартире в нем походить, и он действительно теплый, классный, теплый, прям вот любовь-любовь, и настолько невероятно мягкий, но единственное, но там был 44-го размера, я так посмотрела по параметрам, вроде бы думаю, бедра 96, ну да, я могу поправиться, и как раз в эти бедра я и влезу, ну вот в эти размеры я и как раз уложусь. Но он такой достаточно свободный получился, то есть если вы застанете 42-й размер, я так полагаю, что скорее всего 42-й размер просто закончился. Они, может быть, либо какими-то партиями отшивают, либо, может быть, коллекциями отшивают. 42-го размера сейчас в данный момент нет. И мне пришлось взять именно тот, который там был, 44-й. Я не думала, что он настолько свободный был, будет, но он действительно очень-очень несвободный. Но для вещи домашние это не критично. Я не собираюсь в этом костюме ходить по улице. К тому же, если больше свободного пространства между одеждой и между телом, то эта вещь будет теплее намного, то есть она будет лучше вас греть, потому что воздух должен быть между телом и между вещью, чтобы это было намного теплее. Но он достаточно такой свободный. Брюки мне, видите, он какой розовый. Здесь с мишком рисованный. Я не знаю, после стирки останется ли он здесь или нет, потому что это как некая такая вот наклеечка. Не наклеечка, а обводочка даже. Не наклеечка, а сама обводка на этой ткани. Может быть, я сыпется после стирки. Не могу ничего сказать. Но костюм классный. Классный, мягкий, теплый. Вот на зиму самое то. Прям могу смело рекомендовать. Уж кто мерзляк. Вот прям мерзляк-мерзляк. И у меня, например, подружка такая. Она спит в теплых шерстяных носках. Причем не носках, а гольфов таких, знаете, которые прям по попу. Так вот, даже в этих костюмах можно спать. Останетесь и довольны, и счастливы, и в тепле, и в комфорте. И также есть рисуночек на брючках. Такой же самый мишка. По размеру, по росту, по-моему, немножко длинноватые. Вот, великоватые мне. Но, либо подрежем с мамой, либо подворачивать буду. Как я давно мечтала о вот такой вот шале. Даже не шаль, а оренбургский пуховый платок. И не оренбургский пуховый платок, а павлово-пасадский платок. Вот, хотела именно русском стиле какое-нибудь такое вот, в котором можно встретить многих людей на Масленице, чтобы он был красивый, узорчатый. Вот просто мне захотелось такой себе платочек. И там они есть в разных расцветках и в разных размерах, не знаю, но в расцветках точно. Посмотрите, как суперские. Все вокруг говорят о войне, Но я так хочу любви. Все ищут врага во мне, А враг глубоко внутри. Очень классные. И знаете, мне понравился еще состав. Если он соответствует действительности, то здесь 80% шерсти и 20% вискоза. То есть он 100% натуральный. И у него просто потрясающая, девочки, расцветка. Ну, посмотрите. Там еще был именно белого цвета, но больше зеленый было. Зеленого, да, вот эти вот все рисунки, они были такие более зеленые. И, по-моему, еще более розовый, что ли. Да, по-моему, розовый был. Но я захотела себе именно вот такой вот. И у меня две куртки зимних белого цвета. И вот с этими куртками белого цвета будет шикарно сочетаться. Ну, вы во влогах меня в этом шарфе увидите, в этой шаре. Я не ношу шапки. Я вообще практически не ношу шапки зимой, потому что выхожу из машины в квартиру, либо по каким-то делам, да, в помещение. Паркуешься, естественно, рядом по возможности, с тем местом, куда тебе нужно. И как-то в шапках я не нуждаюсь. У меня большой капюшон в куртке, и я в основном его одеваю. Ну, и как-то вот снимать что-то. Но платки я люблю. То есть это не единственный мой платок. У меня осенью можно увидеть в ярком платке, который тоже меня спрашивают обычно, где я его покупаю. Вот. И следующий мой заказ тоже хочу заказать себе вот из этой же самой серии какой-нибудь себе платочек, но другой расцветки. Но белые, девчонки, это просто сказка. Вот. Я просто люблю белый цвет. И с белым цветом сочетается абсолютно всё. И на фоне белого, смотрите, как играют остальные цвета. То есть они более чёткие, более контрастные становятся. Короче, мечта-мечта моя сбылась. Моя мечта сбылась. Потом я ещё себе заказала вот такой вот костюмчик. В этом костюме можно уже ходить. И он тоже 44-го размера. Он не смотрится слишком свободно. Он не смотрится свободнее, чем тот розовый, который я вам показала. Вот. Но это прям любовь. Вот я когда одела, и я прям всё. Для меня лето уже в душе наступило. Вот. Реально классный костюм. И по качеству. То есть это очень хороший хлопок. И он причём даже плотнее, чем вот этого домашнего костюмчика. Он плотнее, этот хлопок. И что ещё мне понравилось? Это беленькие штаники. Ну, моя любовь тоже к белому цвету. Она не имеет границ никаких. С белым цветом сочетается абсолютно всё. Ещё, что интересно. Вы можете эти костюмчики носить как отдельно, например. Не костюмчики, а брючки носить отдельно. С какими-нибудь другими туниками. Я не знаю, кофточками. То есть это белые... Вот эти вот штаны, причём они укороченные штаны. Они смотрятся с открытой щиколоткой. И вот именно эти штанишки я всё время думала, что если я короткая, меня эти штаны будут укорачивать. А наоборот. Если у брюк открытая щиколотка, то это увеличивает мой рост. Поэтому вот люблю именно... И я выбирала этот костюмчик. Там есть разные были костюмчики. И с длинными брюками, и с футболком. Ну, майка, не майка, а как вверх. Он был с укороченными рукавами. То есть, ну, как майка смотрелась. И с длинным рукавом. А мне именно захотелось вот такое вот. Я не прогадала, потому что, ну, вот это моя любовь. И в этом костюме уже можно ходить на улицу. Здесь есть ещё впереди кармашки у белых брючек. Ну, очень круто смотрится. Прям вот в морском таком стиле. И что ещё немаловажно, я обожаю натуральные вещи. Я кайфую. Я синтетику могу поносить-поносить, но всё равно я как-то от неё так или иначе избавляюсь. Люблю натуральные ткани, поэтому я не люблю, например, шелковистые сорочки. И я вот, например, Ивановский трикотаж заказывала ещё вот в давние-давние времена, когда я ещё была будучи студенткой, когда мне не хватало денег. И я знала, где магазинчик вот этот вот находится с Ивановским трикотажем. И я всегда заходила туда и там брала какие-то там сорочки, шортики домашние, в чём спать, да, какие-то ночножки. Потому что я люблю вот натуральный материал. Я люблю трусики не кружены, не какие-то вот... Не люблю скользящие вот эти материалы. И поэтому для меня, когда вот вещь именно летняя и ещё плюс хлопок, стопроцентный хлопок, он и дышит, и везде у вас всё будет проветриваться, нигде у вас не задерживаться будет влага. Вот, поэтому отдаю предпочтение зимой, ой, и летом особенно натуральным тканям. И знаете ещё, что хочу сказать? Думала, что эта полоска будет как бы полнить. Ну, в моём случае это громко сказано. Но, как ни странно, смотрится, ну, прям вот классно. Вот за счёт того, что здесь укороченные брючки, полоска, она не полнит. А наоборот, вот именно от меня лично мою фигуру вытягивает в целом вот этот костюм. Ну, это любовь. То есть первое, что мне понравилось, да, на первое место, я поставлю вот этот костюм. И он начинался тоже от 44-го, там не было 42-го. Потом вот этот вот костюмчик, прям любовь-любовь. Это платок, это розовый костюм. Да, я вам про цены не сказала. Вот тот костюм, который розовый, он стоит 910 рублей. Можете себе представить, тёплый костюм с длинным рукавом, стоит 910 рублей. А вот этот вот костюм, ну, это просто вот, вот это чисто символические деньги. Вот где вы за 616 рублей найдёте себе летний костюмчик из натуральной ткани? Я не знаю, я пока таких цен в магазине не встречала. Так, и следом у нас идёт, это туника. Тунику тоже взяла 44-го размера. Я взяла её на определённое мероприятие. Там была туника точно такая же, но 42-го размера. Но мне просто нужна, чтобы была более свободная и по груди, и по попе. То есть мне не нужна была облегающая вещь. Ну, поэтому, собственно говоря, я на ней и остановилась. Тоже это стопроцентный хлопок. Чуть потоньше, чем предыдущий костюм, который я вам показывала. Очень такой лёгкий материал. И, в принципе, его можно носить как домашний халатик. Вполне себе. Как тунику, например, под те же самые брюки предыдущего белой, которые я вам показывала, белого цвета. И мне понравилась расцветка. Она немножко вроде бы и в зимнем таком варианте. Здесь нарисованы снежинки. И в то же время у него такой этно-рисунок, этно-орнамент. Ну, вот она какая-то такая тематическая, что ли, этническая. Вот мне она именно из-за этого понравилась. Поэтому взяла. Несмотря на вертикальные линии, тоже она нисколько меня лично не полнит. И по размеру, говорю, размеры совпадают. Ещё раз повторюсь. То есть, если вы вылезаете в ту размерную сетку, не надо себе свободнее брать. Если бы я брала бы для обычных случаев ходить здесь, там, по дому или ещё как-то, да, допустим, там, на улицу выйти. В магазин, кстати, можно в ней выйти, в ближайший соседний. Но сама суть, что если бы я не для особых случаев её покупала, то я бы взяла себе размер-размер 42-го. Не надо больше брать, ну, иначе это будет на вас висеть. Я просто люблю, чтобы вещи обтягивали. Я не люблю такие вот свободные вещи. Ну, как бы люблю, покупаю некоторые, но просто есть вещи, которые лучше смотрятся, когда они идут по фигуре, а есть, которые можно и разлетайки взять. И ещё сбылась одна моя давняя мечта, так как я раньше часто ездила по работе в Москву, в другие города были у меня поездки. И мне очень нравились полотенца в гостиницах, ну, либо когда вы на отдых куда-то едете, то вот я от этих полотенцев всегда кайфовала. Мне всегда хотелось полотенца белого цвета, чтобы они были, чтобы они были настолько же мягкие, настолько пушистые, настолько набитые, как это обычно бывает в гостиницах. Мне нравится постельное бельё в некоторых гостиницах, потому что оно белоснежное, такое мягкое. И вот моя мечта, скажем так, не идиота, не идиотки, она сбылась, потому что там можно купить на этом сайте полотенчики, которые, как я поняла, заказывают разные гостиницы для себя. Причём они разной набитости есть, есть 350, по-моему, грамм на там сколько-то на сантиметров, есть 400, есть 450 грамм, есть 500 грамм. То есть это вот такие более пушистые, более ворсистые. И очень сложно выбрать полотенец, который будет впитывать. Так вот эти вот полотенца, они 100% хлопковые, они будут реально впитывать на ура. Они, эти полотенчики, смотрите, здесь с таким вот орнаментом, как и в, ну, как сказать, как и в гостиницах, производства Узбекистан. 100% хлопок и размер его 30 на 50 сантиметров. 30 на 50 сантиметров. Я заказала таких два полотенчика. Один, он у меня на той Софии лежит, не буду вам показывать. Не хочу просто вставать. Я заказала специально для того, чтобы вытирать лицо. Я сейчас разделила полотенце для тела и для лица. Раньше я вытирала всё одним, а потом, ну, как-то, не знаю, захотелось мне, желание такое появилось. Понимаю, что там иногда я вытираю ноги полотенчиком для, ну, таким общим полотенцем, да, большим. А потом, получается, я вытерев ноги, вытираю лицо. И там бактерии попадают. Но что, хочу, чтобы лицо у меня очистилось. У меня просто периодически, как подростка, возникают воспалительные элементы. И я думаю, с чем это связано. Вот решила просто себе выделить отдельное полотенце для лица. И взяла вот таких вот двое штучек полотенцев. Если я буду делать ещё заказ на этом сайте, то я обязательно ещё закажу парочку таких полотенчиков, чтобы у меня было на смену. И взяла вот такой вот один большой полотенец. Он тоже, видите, с таким же орнаментом. То есть у меня получился комплект, хотя он и не шёл комплектом. Да, вот это вот полотенце стоит всего лишь, можете себе представить, 51 рубль, девчонки. Белоснежное, нету вообще никакой желтизны. Белоснежное 50 сантиметров. А вот это вот полотенце, это, по-моему, 130. Сейчас мы найдём у него. Большое. Оно для тела. 100% тоже у нас катун. Туркменистан производства. Размер не найду, но 70, по-моему, на 135 сантиметров. Очень хорошая плотность и такой наполненный. Хорошо будет впитывать. И оно стоило 336 рублей. Вот тоже, где вы сейчас найдёте хорошее полотенце за такую сумму. А ещё, вы же знаете, что я сейчас докупаю себе в квартиру разные принадлежности, как это сказать, для уюта. И мне захотелось поменять подушки. Я вообще всё себе хочу поменять. Мне ещё нужна подушка 50 на 70 сантиметров. Мне нужно ещё одеяло поменять. Хочу ещё себе покрывал. Ну, то есть, планов у меня громадьё. Так вот, я решила заказать себе его, потому что у меня в основном постельное бельё всё 70 на 70 сантиметров, за редким исключением. Там подушек очень много. Есть там из верблюжьей шерсти, есть из лебяжьего пуха, из шерсти яка. Ну, то есть, много-много всяких разных подушечек. Я решила взять себе кашемир. Сейчас я вам вскрою. Это чехол. Да, они идут, каждая подушечка в чехле. И у неё такая приличная набитость у этой подушки. То есть, не маленькая, не... Ну, вот прям и мягкая, кстати. Я ещё не спала на ней. Решила вам сначала показать такого желтоватого она цвета, молочного. И очень хорошая у неё набитость. Ну, я не знаю, как спать на ней. Так, в принципе, голова проваливается. Мягкая достаточно. Но потом я покажу, как она в деле у меня будет смотреться. Постельное бельё заверну и покажу. В составе, смотрите, у нас здесь козий пух. Я просто обратилась к подружке своей. Я говорю, что ценится, на чём лучше спать, какое постельное бельё лучше покупать. Так вот, она мне сказала, что сначала идёт лебяжий, по-моему, пух, потом верблюжий шерст, потом овечьий. Но я решила её не послушать, взяла из козьего пуха. Надеюсь, она меня простит. Ну, я не знаю, почему-то кашемир, так словно красивое такое название. Да, у нас красивое, ассоциироваться с чем-то таким мягким, невероятно мягким. Вот, вот такие вот две подушечки взяла себе. И стоимость этих подушечек составляет 1000 рублей. Так что, вот такие вот у меня покупки. Ссылочку на сайт, с которого я заказывала. Ну, весь YouTube пестрит этими роликами, да. Как кто-то посмеялся. Василёк одел весь всех блогеров. Вот, так что, вот такие вот дела. Заказывайте, заходите на этот сайт. Там есть очень-очень много всего. Есть подушки, покрывала, постельное бельё. Но обратите особое внимание вот на... Я не знаю, будете ли вы такие вещи заказывать или нет, подушечки, да. Но обратите внимание на какие-то домашние костюмчики, пижамки, сорочки, халатики. Просто это действительно, ну, натуральное и стоит сущих копеек. Поэтому вот действительно могу рекомендовать. Я не знаю, как после стирки. Это я уже приеду к родителям, потестирую. И ещё неоднократно буду во влогах с вами встречаться в этой одежде. И расскажу заодно. Села, не села, вытянулась, не вытянулась, перекосила, не перекосила. Так, ну всё, ладненько, девчонки. На этом всё. Я заканчиваю. С вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.